Привет, это новая рубрика для всего ютуба Механизмы 2B2T В ней я буду подробно разбирать разнообразные механизмы, которые удалось найти на базах 2B2T И которые так или иначе пригодятся на сервере Сегодня вы увидите механизм, который точно вас заинтересует Найден он был на базе города Авалония А сам механизм отыгрывает роль телепорта Именно этот механизм позволяет телепортироваться по щелчку пальцев И позабыть о эндер перлах в непрогруженных чанках На базе Авалония телепорт построил Ноах 3J в своем прекрасном соборе С целью в одной локации уместить эндер жемчуги от разных жителей Тем самым сэкономил место, а также исключил случайную прогрузку чанка с эндер перлом Сейчас срочно доставайте блокноты, я буду диктовать рецепт телепорта Для постройки телепорта нам потребуется 1 рычаг, 1 редстоун фонарь, 2 липких поршня, 2 наблюдателя, 1 повторитель, 4 блока слизи, 8 блоков обсидиана, 1 ведро воды И около полустака стекла Список не маленький знаю Именно поэтому, посидев немного над механизмом Я понял, что смогу подготовить для вас улучшенную его версию Сейчас я расскажу по какому принципу работает механизм Ноах 3J Ты залазишь наверх, бросаешь эндер перл в воду А снизу поршень с блоком слизи не дает ему упасть Тем самым сохраняя точку телепорта Выключая механизм, останавливается поршень И эндер перл по законам физики майнкрафта падает на неподвижный блок слизи И телепортирует владельца перла в точку падения А сейчас специально для почти миллиона моих подписчиков Пока я строю телепорт Ноах 3J Фит Краулер рекламы Ичешь хороший сервер? Вот тебе парочку На гриферском сервере Laticraft Obsidian выдерживает 50 взрывов TNT Лучшая экономика через аукцион и магазин Взрывает приваты и грифери, кейсы и античит Также сервер анархии Никаких вайпов и младенов, которые облегчают игру Ты волен делать все, что захочешь в рамках майнкрафта Захвати сервер под свой контроль Вперед творить историю на Laticraft IP в описании Давайте раскинем все по полочкам Что, где и зачем находится Прямо в земле установлен редстоун фонарь Который является индикатором состояния Соответственно будет гореть, когда телепорт заряжен На нем рычаг, который используется для включения и выключения Под редстоун фонарем устанавливаем липкий поршень В сторону того, где будет находиться точка телепорта Перед поршнем через блок находятся два наблюдателя Которые смотрят друг на друга И будут выполнять функцию таймера То есть в замкнутом состоянии С одинаковой периодичностью будут выдавать редстоун сигнал А поршень, который установили ранее Будет замыкать или размыкать цепь За вторым наблюдателем находится повторитель Установленный в первую позицию И после него находится липкий поршень Направленный вверх Повторитель в этой схеме нужен для того, чтобы задать Идеальную скорость выдвижения поршня Ведь если он будет двигаться слишком быстро То будет буквально подбрасывать блоки слизи А если слишком медленно То Ender Pearl будет падать и прогружать игрока Сверху на липкий поршень Noah 3J установил 4 блока слизи И над самым верхним разместил 4 блока обсидиана Образуя отверстие, в котором в выдвинутом состоянии Нижний поршень будет заталкивать верхний блок слизи Почему именно обсидиан, спросите вы? Все просто Именно за обсидиан не будут цепляться блоки слизи А если вместо него использовать, например, камень То механизм начнет разрушать сам себя Именно поэтому в полу вместо терракоты Вокруг механизма находится обсидиан Над обсидианом Noah 3J соорудил стеклянную колбу 5 блоков высоты И сверху залил ее водой Если вам нравится новая рубрика на канале То не забудьте поделиться со своими друзьями роликом И совсем скоро я начну разбирать Как же работал Redstone склад на Авалоне А уж поверьте, там есть на что посмотреть Собственно говоря, так работает телепорт Noah Но сейчас я расскажу вам более экономный, удобный и надежный вариант Направив свой инженерный взгляд на механизм Я смекнул, что во-первых, карабкаться наверх каждый раз не совсем удобно А во-вторых, можно использовать меньше ценных ресурсов И проведя пару экспериментов Я вывел для вас формулу идеального телепорта Которая можно будет войти и выйти через дверь Где не придется больше застревать в стекле или обсидиане Конечно же он проще в постройке И требует меньше материалов Мне понадобились 1 рычаг, 1 Redstone фонарь, 2 липких поршня, 1 блок слизи, 1 ведро воды, 2 наблюдателя, дверь, 3 люка, 1 повторитель, 7 обсидиана и всего 4 блока стекла Строить начинаем так же На уровне земли ставим Redstone фонарь Сверху него рычаг, а под поршень направленный в сторону точки телепорта Через блок от поршня 2 наблюдателя, смотрящие друг на друга Далее повторитель переключенный в первое положение и смотрящий от наблюдателя После липкий поршень, смотрящий вверх, а на нем блок слизи Вокруг блока слизи ставим 4 обсидиана и еще 3 на блок выше Сверху на обсидиан, который над землей, ставим люки Чтобы когда механизм работает, вода не разливалась наружу А спереди, где обсидиан без люка, ставим дверь Через которую можно входить и выходить из телепорта На высоте 5 блоков над землей устанавливаем накрест 4 блока стекла И в получившееся отверстие разливаем воду Как по мне, это самый идеальный телепорт, который уже можно встраивать в любой хай-тек дом Вместо того, чтобы карабкаться, ты просто заходишь в телепорт И плывешь вверх, сбрасываешь эндер перл и бежишь куда глаза глядят А когда понадобится, твой тиммейт выключит механизм и телепортирует тебя Если под этим видео наберется 300 лайков То я начну разбирать, как же работал редстоун склад на Авалоне Обязательно пиши в комментариях, как тебе новая рубрика И какие механизмы еще хочешь видеть С тобой был Краулер, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok